Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 22 января, день Филиппа. День назван в честь памяти святого Филиппа, митрополит Московского и всей Руси чудотворца. В детском и юношеском возрасте его заходили больше всего за чтением книг. В них он находил жития святых мужей и через это поучался совершенствоваться в добродетелях. Достигнув 30-летнего возраста, он решил уединиться и тайно ушел с выгодной царской службы. Далее удалился в Соловецкий монастырь и с радостью и смиренно мудрым делал то, что велят старшие. Дни увеличиваются во времени, а морозы крепчают. Затяжные январские гуляния завершились и народ начинал трудиться. К этому времени накапливалось достаточно много хозяйственных дел. Что касается поверить, то верили, что сегодня у банника, банного духа, можно получить шапку-невидимку. Нужно зайти в баню последним и положить свой нательный крестик под подошву левого сапога. Потом нужно сесть к стене лицом и от души проклинать все на свете. Далее должен был появиться старичок, который и даст шапку-невидимку. Приметы. Считается, что какой будет сегодня погода, такой она будет и в сентябре. Если день на Филиппа ясный, год будет урожайным во всех отношениях. Сегодня рекомендовалось в обязательном порядке сходить в баню, чтобы смыть себя с святки. То есть энергетику, беспечность и веселье, чтобы быстрее включиться в рабочий ритм. Если собака сегодня спит, свернувшись в клубок, жди похолодания. Если сегодня на ночь оставить в бане кошку, закутанную в пеленку, далее убежать и трижды перекреститься, утром в бане появится неразменный рубль. Если на Филиппа день ясный, солнечный, к хорошему рожаю. Если снег идет сухой и легкий, будет лето сухое. И если снег мелкий, сырой и долгий, к дождливому году. В отличие от морковного сока, это очень ароматный. Очень ароматный. Так вот, из-за насыщенности оказывается эфирными маслами, сок петрушки способствует рассасыванию камни в почках и мочевых пузырей. Именно эфирные масла, ничто другое, способствует этому. Они травят все. Кстати, он, этот сок, еще и лечит заболевания мочеполовых органов. Глумерон, мифрит и другие заболевания почек, которые травят. У меня в послевкусе остается ощущение какого-то молока. У вас есть такое? И у меня есть, оказывается, сок морковки. И вот с таким небольшим добавлением сока петрушки, он собой напоминает молоко для взрослых. Поэтому вот это как раз молочко для взрослых очищает нас, питает нас. И укрепляет, как мы говорили, и щитоветную железу. А сейчас много заболеваний щитоветную железу. Денисович, я хочу чуть-чуть оставить. Знаете, почему? Потому что мне интересно сравнить теперь сок из корня сельдерея с морковью. Давайте. Вы же наверняка сельдерей предлагаете также смешивать с морковью. Давайте. Сделаем его. Хорошо. Сутопустим. Корень сельдерея от корня петрушки концептуально чем отличается? Ведь не даром у них похожие ароматы. Значит, у них какие-то есть одинаковые минеральные вещества. Конечно, у них есть одинаковые минеральные вещества. И здесь следует сразу же сказать, что в любом растении существует свой набор, вернее, общий набор минеральных веществ. В каждом растении? В каждом, что, допустим, там 20 или 30 микроэлементов, у всех одни и те же. Но у некоторых дополнительно, еще, смотри, дополнительно может быть 2-3 иных, тех, которых нету в том, как растение. Либо же, как ты говоришь, они могут солировать. В одних чего-то больше, в других чего-то меньше. И за счет этого, естественно, объясняется и действие. Итак, сейчас мы сделаем сок из корня сельдерея и морковочки. И сравним его с как по вкусу, по своим качествам, как он действует. А по составу минеральному, что здесь? По генеральному составу? Да, чего нету, допустим, в корне петрушки. Или для работы, каких органов больше имеет смысл имотропать сельдерея? Хорошо, в сельдерея также содержатся фирменные масла, много соли и калия, а также соли, кальция, магнита, фосфора. А, то есть выводит уже воду. Выводит воду однозначно. И, что еще важно отметить, он, если за счет своей душистости, корень петушки, он больше дробит как-то и выводит, то вот этот вот, смотри, еще можно так сказать, мы уже истратили этот корень. Какой он был? Он был как морковка. Да. Заостренный. Да. То есть можно сказать, как зубило, но, грубо говоря, для того, чтобы дробить. А этот корень? Кругленький. Кругленький. И так вот все круглое, упитывая, делает тело более сильным, более мощным. И за счет этого он способствует татам. И половую силу там мужчинам дает. И вообще укрепляет организм. И делает его таким цельным, упитанным. Крепеньким. Что очень важно. Потому что мы привыкли, что он рассматривает, допустим, морковку, сельдерей, репу. С позиции того, а что здесь есть. Но при этом забываем. А форма-то у них совершенно разная. Форма-это же энергия. Да. Вот. И эта энергия по-разному будет влиять на наше организм. И так как все в природе стремится к гармонии и балансу, я сейчас подумала. Так может быть, достаточно такой мужской символ, наверное, очень полезен женщинам, а явно женский, может быть, полезен мужчинам. Потому что я тоже слышала, что вот, допустим, суп из корня этого самого сельдерей укрепляет потенцию мужчинам. Укрепляет потенцию мужчинам. То повышает. Укрепляет также и организм слабого человека. Он придает специфический аромат блюдам, чем он сжигает аппетит и упитывает тело. Давайте упитаемся. Давайте упитаемся. То есть, содержание биологически активных веществ повышено нашим организмом. Для этого мы с вами возьмем это тоже взяла. Да. Корень сердерея, кстати, вот у нас кусочек есть один, я уже чистила. Теперь отрезаем еще вот этот кусочек, можно отрезать вот этот. Это головой деталь, да? Корень, да, этот нет. И поэтому мы начинаем с ним манипуляции. Чтобы он просто-напросто оснащил этот лист в нашу сока укрепляет. Давайте. Итак, морковка у нас влезет, влезет. Так. Здесь побольше можно этого сельдерей? Да. Сельдерей можно больше. Половин на половину. Лучше всего одну часть сельдерейного сока и три части морковного. Пока. И теперь пошла морковочка. Морковка сучная, надо только улучшить. Ну, примерно вот столько. И сейчас попробую. Знаете, у меня пошла вторая волна послевкусия нашего сока с лукой, с петрушкой. И в этой второй имелась какая-то горчинка. Это очень хорошее качество. Что такое горчинка? Если имеется послевкусие горчинка, это говорит о том, что все циркуляторные процессы, которые идут в организм, она начинает убыстряться. Именно горечь слегка подсушивать наш организм, что полезно для того, чтобы горечь стройно быть. И усиливать все процессы в организме. То есть, все будет быстрее. А именно, циркуляция, тонера, перистальтика. Лимфа. Лимфа, правильно. Перистальтика кишечника. А если у нас улучшается циркуляция лимфа, значит, этот сок, этот продукт способен тому, что он будет нас лучше очищать. Кстати, все горечи в той или иной степени обладают дезинфицирующими свойствами. Чем больше горечь, тем больше дезинфицирующие свойства данного продукта. Ну что? Так. Значит, вот наши... Ага, ты будешь пробовать? Да, и сравнивать. Это мой сок? Угу. Ну, вот это явно слажет. 27-е лунные сутки. Гравитационная энергия этих лунных суток сильнейшим образом возмущает водную оболочку нашей планеты. Что вызывает наступление самых больших приливов в мировом океане. В человеческом организме происходит волнение жидкости, меняется настроение. Чтобы дополнительно не дать нагрузку организму, проявите в это время умеренность в питании, физической нагрузке. Да во все. Из очистительных процедур особенно хорошо подходит парная. Рекомендуется медитация на волнующие вас темы. Можно получить интересующие вас ответы. В зеркало лучше не смотреть. Негатив из тонкого мира нам не нужен. Не будьте рассеянны. И во время прогулки смотрите под ноги, чтобы не поранить ступни. 28 лунные сутки. Ввиду того, что энергетика этих лунных суток очень благоприятна и гармонична, ее олицетворяют с лотосом. Сегодня поддерживайте у себя приподнятое возвышенное настроение. А чтобы удержаться на волне гармонии и благости, которую несет этот день, контролируйте свои эмоции. Обязательно сделайте себе праздничный обед из красивой, вкусной и легко перевариваемой пищи. Не следует сегодня тяжело физически трудиться. Все должно идти легко и радостно. Доставлять удовольствие и не нарушать гармонии окружающего вас мира. Сегодня снятся вещи и сны. Отнеститесь ко всему, что вам приснится серьезно. Ведь сны, как говорили древние мудрецы, это послание нам из будущего. Еще.